Актуальное интервью 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 А вот вы сказали про проекты студенческие. Наверняка в рамках конвента они представлялись. Можете привести примеры наиболее интересных масштабных студенческих проектов уже реализованных или планируемых? Ну реализованные проекты, вот самый масштабный крупный проект, который был реализован также Лигой студентов и Молодежным парламентом. Это у нас проект юриста населению, который на протяжении двух лет уже работает. Работает очень активно при поддержке института уполномоченного по правам человека, избирательной комиссии уполномоченного по правам предпринимателя, уполномоченного по правам ребенка. Депутаты очень активно включились в работу этого проекта. Здесь важная работа ведется. Также начиная с сегодняшнего дня у нас стартует месячник молодого избирателя, в котором также активно будут участвовать представители всех студенческих организаций, депутатский корпус, молодежно-избирательная комиссия и депутаты Молодежного парламента Алтайского края. Какие-то еще совместные мероприятия вашего комитета с Молодежным парламентом в течение года запланированы уже или это такая текущая деятельность? Это текущая деятельность. Иногда она проходит внепланово. Бывают крупные масштабные проекты. Надо сказать, что в 2015 году Алтайский край стал площадкой для проведения двух серьезных федеральных форумов. Это в рамках форума АТР у нас состоялось впервые совместное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного парламента при Государственной Думе. А также в октябре месяце прошло выездное заседание Молодежного парламента при Государственной Думе. Сергей Владимирович Железняк, куратор Молодежного парламента, был на пленарном заседании. Совместно вот как раз такое масштабное мероприятие невозможно было без того, чтобы не привлечь практически все студенческое самоуправление Алтайского края. Здесь спасибо большое всем, кто принимал участие. Именно хорошая координация действий, четкая слаженная работа позволила провести мероприятие на высоком уровне. И у нас много писем поддержки и благодарности за содержательно организованную работу этих двух форумов. Татьяна Викторовна, комитет, который Вы возглавляете по социальной политике, он занимается не только молодежным парламентом, в принципе, в Вашем ведении все от рождения человека до его смерти. Какие сегодня актуальные вопросы в деятельности комитета, может быть, в первом плане на повестке? На сегодняшний день идет динамика федерального законодательства. В рамках этого идет также большая работа в комитете и вообще в краевом законодательном собрании. В краевом законодательном собрании создана рабочая группа по подготовке закона о капитальном ремонте, скажем так. В конце декабря было принято изменение в федеральный закон, который касается взносов на капитальный ремонт. Субъектам дано Российской Федерации дано право освободить, выплачивать компенсации на капитальный ремонт для граждан старше 70 лет. Это 50%. Но это касается только собственников жилья, одинокопроживающих, либо собственников жилья, которые проживают в семьях, состав семьи, который состоит из неработающих также пенсионеров. А также 100% компенсации на капитальный ремонт гражданам старше 80 лет, также одинокопроживающим собственникам жилья, либо которые проживают в семьях, которые состоят из неработающих пенсионеров. Надо сказать, что прежде чем принимать какой-либо закон, нужно четко понимать, как этот закон будет реализован на практике. Здесь нужно посмотреть механизм реализации закона, просчитать финансовую составляющую этого закона. Ведь можно принимать любые законы, но как они будут реализовываться на практике, здесь тоже большой вопрос. Сейчас считаем, сколько это будет. Цену вопроса, так скажем, это тоже не так просто посчитать. Для начала надо посчитать людей, собственников, которые в таком возрасте. Кто у нас граждан этого возраста, кто проживает в жилых домах, которые подпадают под данный закон, являются ли они собственниками, одинокопроживающие, неодинокопроживающие. Понятно, точную сумму просчитать сложно, но какие-то ориентиры мы должны иметь, чтобы эти средства были заложены в бюджете, так как, в общем-то, бюджет у нас уже на сегодняшний момент сформирован. Посмотреть, где можно взять эти средства, величина, это масштабы... А главное, сколько. Сколько, да. Так как, в общем-то, приоритетным направлением является социальная политика, является, безусловно, исполнение всех социальных обязательств государства. Ведь на сегодняшний момент у нас 70% нашего бюджета идет именно на социальную сферу. И здесь вот на сегодня мы, в общем-то, при принятии бюджета сохранили все свои социальные обязательства и все социальные выплаты у нас идут в полном объеме. Поэтому, увеличивая, мы должны понимать, где возьмем средства. Поэтому рабочая группа создана, работаем, и я надеюсь, мы придем к определенному решению. Татьяна Викторовна, у нас осталось совсем немного времени, но, тем не менее, я хотела бы спросить. В конце прошлого года Краевое законодательное собрание проводило день АКЗС в Заринском районе. Депутаты выезжали, в том числе вы выезжали в самый отдаленный, наверное, район Алтайского края, Тигуны-Аламбай. Хотелось бы... Я знаю, что вы были после этого уже на открытии спортивной базы. Хотелось бы узнать, какие вопросы, поднятые тогда на личном приеме, были решены? Как вы оцениваете, в принципе, потенциал района? Знаете, практика проведения дней законодательных собраний, она, в общем-то, оправдана. Во-первых, депутаты выезжают в отдаленные сельсоветы, проводя там приемы, видя, как живут люди на местах. Потому что, если ты бываешь в районном центре, это одна история. А если выезжаешь... Действительно, Алтай-Аламбай – это самый дальний сельсовет в этом направлении. И здесь понимаешь ту большую работу, какую выполняют, в общем-то, власти нашего Алтайского края. Ведь в начале 2015 года всю страну лихорадила ситуация по поводу сокращения электричек. Слава Богу, Алтайский край – это проблема миновала. Мы даже не заметили этой проблемы. А ведь для жителей Тигуна и Ламбая это была бы серьезная проблема, так как доступность этих территорий связана только с железной дорогой. Тем более, когда распутятся. А здесь поднимался вопрос в Аламбай по более удобному расписанию электропоездов. Совместно с депутатом нашего краевого законодательного собрания Устином Владимиром Николаевичем нам удалось эту проблему решить. Расписание поменялось, сейчас более удобно прибывают поезда на станцию Аламбай. Что касается Тигуна, в Тигуне есть спортивная база, лыжная спортивная база, в которой хорошие спортивные традиции. Здесь хороший пример частного государственного партнерства. При поддержке гранта губернатора Алтайского края была создана спортивная база. Здесь приходят частные предприниматели, которые организуют уже гостиницы, лыжные трассы. Надо сказать, что здесь проходят учебно-тренировочные сборы, так сказать, первый снег. Для лыжники проводят там свои сборы. Я надеюсь, у этой территории хорошее будущее, есть понимание руководства района, есть люди, которые умеют и готовы работать в этом направлении. Я надеюсь, что в Тигуне есть свои традиции, и они продолжатся. А в плане доступности только электричка? Удобнее всего электропоезда, но у них хорошее очень расписание, поэтому тут, я думаю, проблем нет. Были же, когда даже мероприятия, когда проводились спортивные соревнования, и специально под эти соревнования организовывались расписания электропоездов. Да, в этот день было окно, когда именно спортивная, так сказать, электричка, она приезжала. И закрытие лыжного сезона традиционно собирает очень большое количество участников. И планирует также, как на открытии была лыжного сезона, открытое первенство Заринского района было, и на закрытии лыжного сезона также планирует туда съездить. Поэтому в муниципалитетах развития идет различных видов спорта. Также вот мы выезжаем по территориям, смотрим, что есть. Понятно, не везде. Не везде это получается. Очень многое зависит от людей. Если есть желание людей организовать то или иное мероприятие, развивать то или иное направление, тогда здесь, я думаю, что никакие преграды, препоны людям вообще просто не... Ну, они не страшны. Не страшны, да. А учитывая ваше спортивное прошлое, и то, что сегодня вы как депутат, как председатель комитета много ездите по районам, наверняка можете оценить вот этот спортивный потенциал. Ну, везде ли уделяется этому внимание? Именно развитию спорта, развитию детско-юношеского спорта, потому что, ну, через это же воспитывается и патриотизм в том числе. Ну, понятно. Здесь понятно. Что касается патриотизма, вот как раз у нас 17-го числа будет проходить круглый стол по патриотическому воспитанию. В 3 часа у нас в Крыловом законодательном собрании в том числе. И управление по физической культуре и спорту там будет со своим докладом заявлено в программе этого круглого стола. Тем не менее, что касается территории, ведь здесь большая, еще раз повторяю, как руководство заинтересовано в развитии, понятно, как помогают местные предприниматели. Если мы возьмем, понятно, это идеальный пример, идеальная картинка, это целинный район села Бочкарея. Вадим Петрович Смагин, как раз победитель, лучший социально ответственный работодатель года, получил гран-при. Насколько он поддерживает развитие физической культуры, и не только физической культуры спорта у себя в селе. Есть для небольших, буквально, проектов в селе, в Петропавловском районе, в селе Алексеевка, местные фермеры собрались, местные активисты собрались, сделали хоккейную коробку с теплыми раздевалками, уже проводятся соревнования, открытие сезона прошло. Есть где, к сожалению, есть спортивные объекты, но они в не очень приглядном состоянии находятся. Но там ведь нужно организовать общественников, найти человека, который горит желанием, который может это все сделать. Вы понимаете, понятно, что многое зависит в нашей жизни от финансовой составляющей, но даже в большей степени зависит от того, насколько люди заинтересованы и хотят развивать то или иное направление. Дай Бог, чтобы таких людей было как можно больше в Алтайском крае. Спасибо. Время нашей программы на этом подошло к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин